и уж ребятки с вами лекс и мы сегодня опять таки с вами продолжаем рассматривать папе playtime 3 разумеется сегодня на очереди опять таки мотя games опять таки тот самый кто делает игру кто делает третью главу без разработчиков то есть многие в комментариях пишут то время когда все играют папе playtime 2 мотя геймс уже играет папе playtime 3 части это правда но в любом случае мы с вами понимаем то что это фан мэйд то есть то что он делает это не будет у нас вот третьей главе официальной но это очень круто опять таки это то что он делает это очень круто и возможно что-то похожее что-то то что делает мотя будет похоже на то что будет в под playtime 3 главе эти главе и в это разумеется дело времени мы лишь можем только догадываться действительно ли будет так и ребята ставьте лайк потому что я уверен то что вам такие видосы нравятся и разумеется погнали и подписывайтесь если не подписаны кстати это первый видосик у него видосика уже вышло сегодня будет такой коротенький видео сосек видосик вы поняли здесь у нас честь сцен и второе видео это как раз таки то как у нас происходит вход в да и кейр то есть то самое место в котором мы заканчиваем игру в голову погнали вот playtime ой ни хрена себя башка вылезла за нами идет он идет он идет беги быстрее вот он беги опасно 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 ой-ой-ой нифига прикольно убежали не убежали не убежали чего написано он проиграл bring классно то есть это реально сцена погони сцена погони именно не мамочки да вот как многие делают там и доделы которые просто меняют модельку на такой вот дэйзи и все и просто-напросто бегают по той же соломокации это новая локация новый персонаж то есть это абсолютно видно что анимации другие специальные анимации для этого персонажа хоть локации да похоже да вот это вот место где мамочку мы от мамочки убегаем в одном из мест как раз таки уже практически к финалу игры подходим в это место как краски а здесь мы и бегаем от мамочки по такому же не знаю мостику и да но это всё равно другая локация если чё это другая локация здесь нас какие-то непонятные опять эти идут канализационную трубу и в конце ой 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 а кто это у нас тут такой у меня такая миленькая блин как вот это вот дэйзи может нас пугать я понимаю если бы у нее час рот открывался дай там бы гигантские зубы или не значим быть еще страшнее это бы было гораздо страшнее а так ну блин дэйзи ну ты чё не страшно это такая миленькая даже не мы ли за это как бояться тебя и даже как пытаюсь бояться хотя не получается, но прикольно, прикольно. Мотя Гейм старается, поэтому, ребята, если что, подписывайтесь на его канал, но вы понимаете то, что он работает больше на западную аудиторию, в том плане, что если западная аудитория смотрит, и, разумеется, все остальные тоже смотрят, потому что, опять-таки, английским языком владеет все. То есть, достаточно писать на английском языке название, и это видео соберет гораздо больше просмотров, чем на русском. Это так, к слову, как работает ютуб. Смотрим второе видео, я его еще тоже не видел, давайте вместе посмотрим. Daycare entrance, то есть вход в daycare или проход. Ну-ка. О, прикольно, эта локация очень сильно похожа на место, где у нас была кукла Поппи. О, прикольно. Welcome to playcare. Блин, офигеть. Интересно. Смотри, playcare. Spot the difference. Не знаю, что это значит. А, spot the difference. Точка отличия. Как так? Видишь, мы здесь прыгаем непонятно какую локацию новую, но эта локация очень сильно похожа на ту локацию, но, скорее всего, это она и есть, просто переделанная, где мы как раз-таки находим ключик от комнаты кабинета Эллиота Людвига. Здесь вот такая вот дверка стоит. Офигенно, офигенно. Сделано вообще круто. Здесь опять эти ворота, и здесь написано welcome to, то есть добро пожаловать, а пока они говорят куда, пока мы не зайдем сюда, нам не будет написано. И там уже написано playcare. Прикольная, кстати, локация. Я сейчас покажу еще пару скриншотов, которые мне в моте я геймс отправил с этой локацией, она реально крутая, очень интересная. Так что в принципе, в принципе, мне очень нравится, мне очень нравится то, что он делает. Было бы еще круче, если бы это по итогу было бы реально играбельным билдом. То есть то, что он сделал, да, вот эти вот все локации, все скримеры, все сцены с погонями, с другими персонажами, то, что это было реально билдом, который можно поиграть. Но, как я знаю, к сожалению, он все эти штуки удаляет потом. То есть он сделал там скримеры, снял видео, все, после этого этого больше не существует, если вы не понимаете. К сожалению, хотелось бы, хотелось бы притронуться. Кстати, он здесь только с одной рукой бегает. А почему только с одной рукой? Потому что он вроде руки вообще теряет, да, в этот моменте, когда у него поезд падает, поезд совершает крушение. К сожалению, да, здесь, видимо, он нашел после этого уже только одну руку. Прикольный, прикольная локация, визуально все очень круто выглядит. И, разумеется, возможно, что-то будет похоже, возможно, что-то будет как-то по-другому выглядеть. Но это все, опять-таки, мы, ребята, узнаем только после того, как выйдет полноценная игра или хотя бы какие-нибудь скриншоты либо трейлеры Poppy Playtime 3. Потому что пока что у нас вообще никакой информации о Poppy Playtime 3 вообще нет. То есть, есть только то, что есть у теоретиков. То есть, теоретики сами что-то придумают, придумывают там то, что будет Daisy, придумывают то, что будет папочка длинные ноги, придумывают то, что будет Килли Вилли какой-нибудь прототипа и так далее и тому подобное. То есть, они все выдумывают сами свои головы. То есть, основываясь уже на той информации, которая у нас имеется и так. То есть, то, что было во второй главе, то, что было в первой главе, то, что было в каких-то кассетах, то, что было в каких-то концепт-артах, каких-то слитых файлах Из файлов игры, в общем Из всего этого они собирают полноценную картину И уже делают какие-то свои теории, выводы И так далее и тому подобное, и потом уже Люди начинают в это верить, и разумеется Самые удачные, самые прикольные Идеи, которые придумали там Теоретики, либо фан-база Фан-сообщество Этой игры, они уже Разработчики добавляют в игру, я думаю вы это и заметили Потому что как раз таки Кисси Мисси появилась только Из-за этого, Кисси Мисси у нас появилась только Из-за того, что, и так же как И разноцветные хаги, из-за того, что Это очень сильно захайпилось в интернете Возможно бы, если бы это не захайпилось в интернете То никто бы так и не увидел Этого, никогда Такие дела, это так вдруг Если кто вдруг не знал Так, ну погнали смотреть картинки Разумеется, вот эти картинки Все плакаты я вам уже показывал, если что Это делал сам Мотти Поэтому, если у вас возникают вопросы, что Здесь написано и почему, кто это такая То это спрашивайте о Мотти, я не знаю Но прикольно, прикольно, будь осторожен Сказала Дейзи Здесь опять-таки Welcome Summer, добро пожаловать лето Встречаем лето Но это вроде бы не его работа Но это тоже прикольный, прикольный плакат Было бы прикольно, если бы он был в игре Может быть даже он и есть в игре Плюс к этому, такой же плакат Опять-таки, сделанный Мотти Геймсом Не забудьте о безопасности Говорит она Это мы с вами уже видели в прошлых видео Я об этом уже с вами обсуждал Все, рассуждал Но самое интересное будет сейчас Потому что эти скриншоты Еще никто не видел Ну, может быть, кто-нибудь где-то видел Кому-то Мотти скидывал Но Видео каких-то они не попадали Разумеется, это Тизер того Как, возможно, в будущем будет выглядеть Одна из локаций в новых видео Мотти Геймс Потому что это Как раз-таки локация из Плейкейра Но не просто из Плейкейра Как вы понимаете Потому что здесь мы наблюдаем То, что Посередине есть какой-то обрыв С левой Ну, то есть С одной из сторон И с другой стороны Есть вот эти вот домики То есть Как будто проход гигантский Возможно, там несколько даже проходов Да, вон там Раз, два, три Только один подсвечен Из этих проходов То есть Это то, что Скорее всего Мы в будущем увидим В видео Мотти Геймса Ну, разумеется Если он Хочет Он напишет в комментариях Действительно ли так Увидим ли мы Эту локацию В будущем Но Так Я так понимаю Он делится вот этими скриншотами Если что У себя в дискордах В дискордах Там, где он сидит И, разумеется Обсуждает То, что он будет делать И делится своим Контентом Что он Надел Плюс к этому Также Он со мной поделился Вот этим скриншотом Скриншот Плейкейра Это именно Та самая локация Которую мы только что Видели в трейлере То есть Абсолютно все то же самое Только видишь Освещение Здесь изначально Не выставлено То есть Здесь выставлено просто Так, чтобы Можно было все увидеть Можно увидеть Какие текстурки здесь красивые Здесь реально красиво Сделаны Визуально Стены окрашены То есть Они окрашены Прям в стиле Поппи Плейтайм И Очень-очень Не знаю Радует глаз Радует глаз Очень прикольно То есть Очень много цветов И они все В принципе Друг с другом Более-менее сочетаются И вот эта вот Надпись Плейкейр Которая свисает Классная-классная И Теперь понять Мы Куда ведут Вот эти проходы Понятно Что Это какая-то Точка Ааа Это и есть Мини-игра Да точно Вот это и есть Мини-игра Где нужно найти Настоящую Дейзи Вот она Вот здесь Вот ребята Если вы помните Там как раз Такие вот эти ворота И открывались У нас в видосе Где мы Наблюдаем Как Мотя Играет в эту игру Ну Показывает нам Как играть в эту игру Там открываются Они вверх И вниз Одновременно Я тогда на это Обратил внимание И разумеется Вот она Самая мини-игра Куда ведут Вот эти комнаты Пока что непонятно Возможно Как раз таки В те самые корпуса Которые мы Только что с вами Видели На предыдущем Скриншоте Классно Будем дальше Ждать с вами Продолжать Рассматривать Эти все видосы То что делает Мотя Что делают Другие какие-то Креаторы Те кто В принципе Занимается Какими-то Созданием модов Созданием Еще каких-то Интересных Видео И Контента Связанного Спортплейтайм Будем это все Разбирать Ну разумеется Я уже говорил Ребят То что не все Авторы позволяют Как раз таки Разбирать их контент То есть Если Мотя Мне лично Разрешает Если канал TheMessage Мне лично Разрешает Я в принципе Этим и занимаюсь А почему бы и нет Потому что Они так кайфово делают Как можно Это вообще не Взяться за этот вопрос Как можно не взяться И не рассказать вам об этом Когда это так Все кайфово Тем более Опять таки Я говорю Что это только Их контент И опять таки Это fun made То что они делают Это исключительно Их работа И это никак не связано С настоящими разработчиками Поэтому да Будем надеяться То что будет продолжать В том же духе И все у них будет хорошо И получаться Как в принципе Сейчас получается Поэтому все Надеюсь вам понравилось Надеюсь то что Нам Мотя ответит В комментариях Если что Чекайте комментарии Сами пишите в них Что вы думаете По поводу того Что вы увидели В этом видосе И что вы думаете По поводу того Что будет у нас В третьей главе Поппи Плейтайм И кого бы вы хотели Главным антагонистом Увидеть в третьей главе Вот это мне Очень сильно интересно Потому что у нас Есть варианты Это Папочка длинные ноги Это прототип Это Дейзи Это кто угодно Брон даже Тот же самый Может быть у вас Есть свои варианты Не Озвученные мной Только что Ну то есть Может быть это Кэнди Кэт Либо еще Кэнбудь Кэдби Или какой-то Вообще абсолютно Новый персонаж Специально придуманный До третьей главы Я Разумеется Понимаю то Что вы не можете Знать Как и я сейчас О том Что будет в третьей главе Но при этом Вы должны понимать То что Угадать то все равно Можно Все таки Разработчики Они тоже люди И они тоже Придумывают идеи Из головы Они берут их Из космоса Так что Вы вполне можете Эти же самые идеи Сейчас написать А потом Когда выйдет Третья глава Ооо Типа я угадал Я прям попал в точку Как я так угадал Даже не зная То что будет В третьей главе Было бы очень круто Если все написали Об этом С вами был Олег Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите в комментариях Называем про Дискорд Потому что ссылка на него В описании Там я общаюсь с вами Периодически И разумеется Очень приятно Если вы там Сидите и проводите Своё В свободное время Всегда с вами готов Пообщаться Плюс к этому Есть остальные С социальные сети В описании находятся Переходим Также бусти Точно Бусти Если что Покажу лицо там Скоро Плюс Разыграю Игрушки Которые меня Отослали разработчики Попплейтайм Всем добра